Что-то хорошее, что вытворяет-то. Так вот, придя, ходи стиль. Ветер молчит. И он весь полностью разбит, разворован. Объяснять не надо, кто это сделал. Все цепляет, ладно. Надо идти. Это что такое? О, пристеньки все-таки вытащил. Ничего себе! Задница, я-мое. Здорово! Раннее утро. Уже осень. На том же болоте деревце тут упало как раз по пути, по дороге. А я направляюсь на то предыдущее... Ё-моё! Предыдущее озеро. Блин, чуть не шлепнулся. И там, как помните, в начале озера первое, длинное. Эффективность я показала. Второе озеро покороче. Оно соединяется потоками. Там эти бобры несчастные. Тут будет вставочка с предыдущего ролика. А вот... Там еще есть третье дальше. Там, правда, слева еще есть, но на нем был. Давненько вообще с другой стороны к нему подбирались еще с дядей Володей. А так, есть еще третье озеро прямо. Вот я хочу к нему пробраться, попытаться. К нему будет намного сложнее, потому что к нему дорог нету. И получается, самый простой способ к нему пробраться, это через озера эти. Надо попрыть первое, и потом попрыть второе. И со второго перейти на третье. Только там уже через лес идти. Не по протоке, там протока длинная, неудобная. Тут следов столько, блин, лосей. И вот я туда и направляюсь. Особо я прям первое озеро пробивать не буду. Только если по правому берегу, по которому я не ходил в прошлый раз. Вот его можно будет пробить. Это будет интересно. Всем приятного просмотра. Пока шел, собака. Один, два. Кто вас сюда вывез-то? Худющие, похавать вам дать. Так, давайте я вам один кусок хлеба на двоих. Писала. У меня тут самого ничего нет. Оть, держи. Ты что, хлебушек не кушаешь? Нифига. Вы что, зажрались, что ли? Я вам хлеб с женой кинул, а мясо? О, тут сразу, да? Вот. Вот. На, я тебе, я там уже два кусочка дал. Вот, все. Закусите хотя бы хлебушком. Все, я пошел. Все, все, нету. Все. Ваня еще кушать на рыбалке. Да, да, да. И не за... Нет, это конфеты, ты это есть не будешь. Ты хлеб не стал есть, а вы в конфеты. Ладно, мне идти надо. Какая березовая роща впереди, красивая. Желтеть уже начала. Осень уже берет свое. Скоро зима. Вот и первое озеро. Посмотрите, какая гладь. Тишина, дымка над водой. Сейчас температура воздуха ниже, чем воды. Вот оно как. Красота. Вот и на воде. Раз, два и все. Вот. Красота. Туман. Родочка у меня маленькая. Камеру в лодке не закрепить, чтобы нормально меня снимало. Буду с руки снимать так вот. Ну, а рыбалку, конечно, уже стерла с головы. Так, что-то есть. Что-то взяло. Что-то хорошее, что вытворяет-то. Ну да, двушка будет. Давай сюда. Ух ты. Курбиты вытворяет. Так, 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 так. Давай сюда. Давай, давай. Давай, давай. Отойди ты сюда. Я без пацака без ничего. Ух ты. Да. Да. Шикарно. Ух ты. Ну что. Вон какая красавица. Двушка будет. Я тут уже, можно сказать, под конец озера доплыл. Вот уже больше половины есть. Скоро буду переходить. Ух ты. Ну и так, наспех так плыву. Без особого энтузиазма. Это и окончание озера. Где я здесь на прибоя окуней долбасил в прошлом ролике. А вот полосатый первый. Маленький. Его мы отпустим. Его и на жутца не бахнуть. И забирать как-то не очень. Маленький. Решил перед плотинами здесь пообкидывать. Вон слышно, как жручит там вода. Бобры негодяи. Это уже окунь получше. Вот это уже, да. Вон как. И прибой не обязателен, чтобы окуня хорошего здесь взять. И загротил как. Причем взял на мерководье. Прямо камышка. Вон какой красавец. Это, видать, место окуней. Вон куда скатился. Это тоже, в принципе, неплохой. Но мы уже его отпустим. Раз тут покрупнее есть. Хороший. А я это уже знаю. А, ветка. Что там такое? Из-под ветки вылетают. Наверное, эти окуня. Так. Ну вот, пробираюсь по тропам бобра ко второму озеру. Вот раз плотина, два плотина. Какой перепад жесткий-то, а? Щуку сразу, сколько у него, положил в лодку, чтоб там не бультыхались. Надо переходить. Либо бобры сделали плотину выше, либо вода приподнялась. Я тут в прошлый раз просто мне приходилось в лодке вылазить, чтобы через вот эти вот бревна переходить. А тут-то проплыл. Ну, понятно, я там упрусь. Мне в любом случае нужно будет выходить на берег. Ну, пока не меряю, уже хоть не пешком. Вон тут приходишь-то, подобирас-то. Вот тут места заповедные. Дикие. Так, ну, тут я, пожалуй, и выйду. Так, ну, как-то так. Вон тут лосик, смотрите, среды. Вот, 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 вот. И пошел-пошел-пошел. Так вот, да, я ходю стоять и... А вот и озеро. Второе, ё-моё. Вон тут лось. Ходил, бродит. Трупа его. Живет здесь. Вот и второе озеро. Тут, вроде, переходит. Наверное. Ах, какая красота. Вот тут штиль. Ветер молчит. Аж эхо идет. Упал. Белой чайкой на дно. Штиль. Наш корабль забыт. Одним. Вмескованным сном. Вот первый обитатель. Что это у нас? Ах. Господи. Я думал, окунь. А это вот че. Ну, вот че это такое? Вот почему-то вот в этом маленьком озере очень много щуки. Та ё-моё. Мелкой. На берег вышел. Тут камушек интересный увидел. Видите, тут дорогу камень. И хоп. Просто вот. Почти напополам. Было пополам бы здесь где-то. А так вот. Хрусь. Или просто поломался. Гляньте, как он ровный. Хоть столу делай. Гладкая-гладкая поверхность. Причем он здоровый. Вот на фоне меня он огромный. А вот он с воды. Представляете какой. Вон он какой. Надо ж таким лопнуть. Так. Надо плыть. Искать выход. Вот сейчас будет переход самый сложный. Тут шукарик прямо у лодки схватил. Ну. Маленькая. Куда ее? Не. Хотя можно было взять, но... Не. Здесь есть и крупнее. Это факт. Вон из этой коллеги вылезла. Там, видать, ветки. И там она в ней сидит в этих ветках. Доплыл до конца второго озера. Через потоку вон ту я плыть не буду. То, что там где-то метров семьсот нужно. И там она намного больше заросла, чем та. Пойду через лес. Здесь где-то метров сто семьдесят. Не надо пройти. Рюкзак я взял уже. Все приложил. Сейчас рудку возьму. Уже прошелся так. Посмотрел. Следы понаблюдал. Что здесь вообще обитает. Что тут я ни разу еще не был. Но сходу увидел муравейник. Когда-то давно здесь был. И он весь полностью разбит. Разворован, разворошен. Я думаю объяснять не надо, кто это сделал. Когда-то. Но здесь точно ходят. И ходил недавно. Как всегда. Лосяж везде. Как-то так мне приходится идти. И щука зараза. Блин. По ногам бьет. В рюкзак не хочу пока ложить. Ее в пакет уворачивать. Господи. Все цепляет. Старно. Надо идти. Вон туда еще. А вот и оно самое. Ради которого я шел сюда. Вон здесь. Когда-то кто-то что-то пилил. Уже трухля. Но когда-то видимо очень давно. Вот какое озеро-то. О, я уже знаю где я обедать буду. Ух. Ух. Да. Надо выплывать. Добрался. Ух. Ух. Какой эхо-то, а. Ремалка. Если вам кажется, что у берега маленькая глубина и можно вступить сапогом. Вам кажется. По колено ушел. Вот это вот. Пипец. Там. Там ил. Мели. Мне кажется я бы и дальше ушел бы. Если бы не зацепился бы здесь за траву. Родка в озеро. Успел ее за веревку захватить блин. Ой. Пипец. Тараза. Радно бы лето было бы. Но ничего. Мокрые ноги нам не помеха. Второй хоть сухой. О, у меня двоишь носков. Бляха, муха, а штанов. Нет запасных. Ладно. Сообразим. А вот репортаж с воды. Тут такое эхо. Прям отражает. Скалы здесь что ли вокруг. Так и не скажешь. Вариантик. Хоть погода радует. Пока. Ура. Вот красота какая. Отлично. Вода чистая чистая. Прозрачная. Дно видно. Если глубины нету. Будем отстреливать. Сейчас короче подцепил резину. Велтушку снял. Ты дай вот под тот тростник. Бах. Такой удар. И тишина. Веду, веду. Клотки подвожу. А там вот такой вот окунь сзади гонистая. Ни хрена себе. Блин. Он до лодки доплыл. Правда. Ну. Резина на него это бесполезно. Это. Надо. Велтушку ставить. Что я сейчас скорее всего и сделаю. Вот это окуняра. Вода чистая. Вот. Видно. Блин. Снасть. За 10 метров. И. Опа. А это уже щука. Вот это уже щука была. Ну. Небольшая. Причем. Из глубины что ли вылетела. Потому что сбоку ударила. Сейчас. Ну где-то глубина метра полтора-два. Куда я кинул. Ко мне уже глубже. Я бы брал бы с собой эхолот. Но. Это. Гемал. Эхолот с собой таскать. Это что такое? Окунь. Пристеньки. Все таки вытащил. Ничего себе. Вот он. Ой-яй-яй. Нифига себе. Окуняра. Блин. Вот это я понимаю. Вот. Какой лапать. Ха-ха. Да. Вот это прекрасно. Ха-ха. Ха-ха. Так что. И вертушку можно не цеплять. Ха-ха. Такие окуни. Ха-ха. Ха-ха. Один крючок. Блин. Там ну шанс что он зацепится. Минимальный. Блин. Ну что не один. Потому что другую прям под лодку полетел. Ха-ха. То что тут окунь такой хороший есть. Это уже прекрасно. Может то и не щука была. Таких размеров. А окунь. Просто если щука то щучка. Если окунь то окуняра. Ха-ха. Ха-ха. Потому что размеры решают. Той и той особи. Закинул и что то сразу выскочило. Щучка. Причем сразу же. На первый заброс. Ох. Что такое. Все. Ну это хорошее. Это хорошее. Да. Прям вон. Я наверное в молду ей кинул. Сразу схватило. А вот походу окуньок. Хороший полосатый. Ой. Блин. Самый такой. Ну это я уже сам виноват. Не пугайте меня. Вот этот окунь был самый большой. Он пузатый такой был. Надо бы руками его брать. Я как то подумал что он. Как предыдущие. А у него вес такой был. Что спиннинг подзагнулся. Я бы конечно брал бы с собой и удочку. Что бы здесь на поплавок половить. Но это намного больше времени. У меня займет. То уже если с кем нибудь. Когда нибудь. Доберусь сюда. Тогда еще. Можно будет с собой взять. И поставить на живца жерлицы. То бишь. Кружки. Кружки. Вышел на берег. Надо пообедать. Это конечно не остров. Но тоже пойдет. Вот такое тут место. Сосинки. Березоньки. Елочек маловато. Но тоже неплохо. Тут даже еще вон. Ягода есть. Тут по моему голубика даже. Это черника. Знаете что я с ней сделаю. Вот так вот ее нарву. Здесь видите сколько. Ооо. Вкусня какой да. Все голубенькая. И вот эту вот жменьку. Я в чай добавлю. Вот сюда. Ничего там с ветками. С елками. Пойдет. Надо пообедать. После намоченных ног. Зябко. То что в лодке то сидишь. по сути ногами ты не шевелишь сегодня то что уже давненько не было в моих роликах это сало сало, нём, 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 смотрите там больше мяса я вот такое вот люблю прослойка, так прослойка хребушек с женой у собаки конечно под впечатлением, дал им хребушек на него так посмотрели типа, что ты нам дал а где уточка, а где курочка обалдеть зато сало сразу не нюхая языком всем приятного аппетита кто кушает с добавлением брусники и черники в чай, теперь он наверное такой насыщенным стал, потому что он и так у меня заварен конечно же на сухофруктах, а именно на черносливе мама привет, спасибо, что сушила а теперь ещё и с брусничкой и с черникой это вообще будет шикардос ой как хорошо когда зябка и горячий чай ногу бы ещё так макнуть в горячую только в ванну а тебе чай а как же хорошо в подобных местах чашечка чая горячего подойти к берегу озера где никого нету звери вокруг ты один выпей чай горячий я ведь снимаю свои ролики как память так же вот для себя как дневник рыболовный время года какое озеро как ловилось на что ловилось конкретно где потому что столько озер все не упомнишь я метки ставлю на свои озера у меня где-то уже около 30 этих меток и это каждое отдельное озеро и у каждого озера есть свой бал по 10-ти бальной шкале то что 5 это слишком мало там небольшие отличия тогда были между собой а вот по 10 еще как-то можно раскидать и так же я еще снимаю для людей для тех кто живет в городах вот таких вот крупных больших и кого-то им выбрас то проблематично и чтоб такой ролик им было как отдушина могли отвлечься отдохнуть потому что есть у меня возможность я хочу ею поделись предпочитаю я ведь ловли только честный как вы уже поняли это спиннинг удочка наживца ну и все что связано с таким что дает рыбе шанс уйти без большого повреждения для себя категорически не приветствую сетки колка это ужас не говоря уже о электроудочках и прочих динамитных вещах а такие вот озера дальние тут какой тут там лесник егерь гинс откуда они вообще здесь их тут не будет вот я места не называю где я ловлю потому что я боюсь что такие люди придут сюда и тут от этого озера ничего не останется и будто оно восстанавливается десятилетиями что я здесь поймаю коту себе семье смотришь так на озеро вспоминаю что слова из одного фильма сколько раз сюда приезжаю не перестаю удивляться какая красота ты посмотри вокруг вы знаете почему так злобы много сегодня в людях в городах сидят на природу не выезжают а злость в душах копится а выход в преступлении а приехал бы разок сюда походил бы облегчился я имею ввиду и жить стало бы намного легче я вот тут немножко прибарахрился видите какая у меня бресна есть интересная такая красная попробовать на нее половить вертушки красные хорошо бьют это вот такой вот пятый номер 250 рублей понтон это я покупал на юге еще запечатанное все вот вот я пробовал сейчас резину но резина что-то не хочет ох уж вот эти вот фигни блин на крючках всегда проблема их отцеплять вот колебалка красненькая 15 грамм ну сейчас осень конечно железо то вряд ли будет работать прям такое тут удивительно что еще вертушка себя показывает неплохо покидаем посмотрим я думаю если перед мордой эта бресенка проплывет она цапнет а я пробую на бресно все ну бресно блин реально прикольная красивая я бы сам бы ее скушал хотя бы окунь бахнул ну блин немного еще шансов дам и подцеплю вертушку которая себя уже показала вот акунек хороший хороший иди сюда вопа красавец ух я бы таких ловил бы только вон какой кабан гляньте какая береза как она растет наклонилась сориентировалась и вверх пошла даже лосику ничего не достанется высоковато для него будет хотя если она на две лапы станет достать может вот окунь мёта хороший блин дождик начинает накрапывать тебя там мне еще не хватало да тут что-то тяжелеет погода тем временем исполнилась гляньте тут на середине озера просто скала она вся разбитая причем обалдеть за нее зацепился вот просто на середине граньте вот так вот бывает вон задница я мое попал блин начался в конце уже получается этого озера такое впечатление что град но это крупный дождь но там просвет я надеюсь разведнеется будет получше но это печально смотрите какая небольшая пещера и не назовешь но вон получается в скале как будто чей-то лаз такой сделанный с корой прикрытый видно его только с озера мне очень интересно посмотреть а вдруг там что-то интересное есть но здесь ничего нету пусто какой-нибудь зверь да укрой есть вот и дождик прошел словно и не бывало хорошо хоть разведнелось а то что-то вообще грустно было особенно представив как я буду обратно идти по сути озеро изучил но уже буду обратно идти батарея садиста на камере вообще беда так что буду по-быстрому делать отчет окунь в основном крупный окунь в этом озере но надо обратно уже время скоро вечер мне еще выбираться отсюда во связи нету погода хоть наладилась немножко вот попрел второе озеро его обкидывать не стал погода стремительно меняется ветер поднимается тучи тянет а мне еще тут идти я тут конечно с этой рыбой блин вроде как немного но крупно это дождик начинается вот добрался до первого озера стою на протине лодка кстати знаете как матеряста баблы погода конечно под конец стабилизировалась зараза что ж не делать батареи на нуле я по-быстрому комментарии подписывайтесь тут телеграмм будет мне это важно всем пока пока